Нет никаких альтернатив, мир един, выбирать не ищем. Ну и третье, отсутствует какая-либо вариативность или вариабельность, как иногда говорят. Вот, истинно не может варьировать, истинно всегда, одно лика. Ну вот, что вот здесь заключает этот параметр классической науки? Хороший термин ввели современные методологи науки – монотеоритизм. Монотеоритизм, моно – одна теория для всех. Вот, монотеоритизм, который претендует на монополию в познании, на поле, видите, вот монотеоритизм, монополия, монолог, везде моно-моно-моно-моно-моно, да? Вот, и, значит, убеждённость в том, что, возможно, финальное знание, о чём говорил выше, это так называемая идеология всеведения. Идеология всеведения. Я на основе динамического описания всё могу знать о мире, всё могу предсказать. И эта вот идеология всеведения – это не просто вот, ну, как сказать, империотип, это не просто вот моё желание, а то иностранство в том, что так оно и есть на самом деле. Это величайшее заблуждение, одно из самых великих заблуждений, что вот наука, она вот достигла этого уровня всеведения, что наука себя вот выстроила до конца. И в этом состоянии, в состоянии этого заблуждения наука оказалась в конце 19 века. Мы вот этот момент будем специально анализировать. Вы поняли, что я хочу сказать, да? Ещё раз возвращаясь в классический мир науки. Мир – детерминированный механизм, где всё однозначно, где всё линейно, где всё определённо. Никаких флуктуаций, никаких эмутаций, никаких случайностей. Не может быть разных школ, не может быть альтернативных подходов и методов. Истинно не может варьировать, истинно не может меняться, истинно не может эволюционировать. Детерминацией подлежит вся бесконечность, вся беспредельность. Если так, то я могу убеждённо говорить о том, что я в принципе знаю всё. В принципе, да? Ну, если мир устроен народно, то знаю часть, я знаю целое. Правильно? Не значит, что я должен куда-то там за тысячи просеков удаляться для проведения экспериментов. Я уверен, что мир вот, ну и поздно. Так? И это для меня не просто установка, не просто оператива, а для меня это убеждение. И вот это, вот это состояние, я бы сказал так, некоторого самоупоения, самоуспокоения, вот в одном-то я оказался сорванным в конце 19 века, начался величайший кризис науки. Хорошо. Теперь дальше. Следующую черту мы обозначим через понятие суматизм. Суматизм. Так. Что под этим подразумевается? Я специально выделяю это качество, этот параметр, хотя это, конечно, примыкает к механицизму. Вообще, механицизм это понятие, как бы сказать, вот все, что я говорю, это связано с механицизмом. Я еще специально поговорил о механицизме, но еще раз повторяю. Для классической науки машина это парадигма. Машина это образец, образец, да? Парадигма это образец. У нас будет специальная лекция о парадигмальном подходе. А парадигма это понятие, введенное Томасом Куном. Одно из важнейших понятий. Ну вот и сейчас я уже об этом хочу сказать. Так. Значит, как установлена машина? Ну что, собственно, так, что мы можем ее разобрать на части, правильно, да? И снова сложить. И ничего мы при этом не потеряем. Верно? Что, как вы понимаете, ничего нельзя сделать с организма. Вот давайте уже сейчас ведем эту позицию. Механизм и организм. Если ты разобрал живую систему, то это, правда, ее уже, ну, не сложишь по тюбе. Понимаете, да? Если у тебя нет живой воды, если ты не маг, вот, если ты не можешь воскрешать. Итак, мир устроен, как машина. Мы должны эту машину разобрать на части. Я об этом уже все время говорил. Помните, вот эта установка на демонтаж. На демонтаж. Это только есть редукционизм. Давайте я повторяю. Редукция. Редукция. Сведение сложного к простому. Глазический ученый. Подходит к миру, как к сложной машине. Ему же нужно дойти до тех частей машины, которые предельно просты. У вас он, говорит, и счастье выявляет. Эти блоки исходные. А потом осуществлять реконструкцию. Восстанавливать целое. За счет чего? Суммирование частей. Вот отсюда слово суммирование частей. Мир есть, целая есть сумма частей. Вот так. Вот идеология этого подхода. Целая есть сумма частей. Суммативность. Но уже вредные, вредные догадывались, что целая больше суммы частей. Целая не суббативна. Или как иногда говорят, целая, вот это термин надо записать, он еще не раз у нас вынужден. Целая не аддитивна. Аддитация это и есть вот сочетание одного с другим, сочетание механическое, без глубинных связей, без органической ткани. Это значит, что в мире есть агрегат частей. Очень важное слово агрегат. Агрегат. Агрегат разбирается и собирается. Организм, пожалуйста, ты его разберешь, но обратно уже не соберешь. То есть, понятие соматизма указывает на отсутствие чувства органической целостности бытия. Органическая целостность бытия. Между прочим, это было и в античности, это было и в Средневековье, но классически много этого качества утрачивают. Опять-таки, знаете, вот это, как вам сказать, вот то, что я говорю, это нельзя к этому подойти с позиции чисто ценности. Хорошо это или плохо? Хорошо это или плохо? Так, это этап, который был закономерен в развитии науки. Его нельзя было миновать. Сегодня мы можем так с высока говорить, что вот механицисты, редукционисты, вы упрощали сложное, вы подходили вульгарно к сложному миру. Что такое вульгаризация? Вульгаризация есть упрощение. Для вас мир это бездушная машина, которую вы разбирали на винтике, потом снова собирали. А мир есть нечто системное, а система это и есть организм, это целостность. Эти упреки смешны, и не нужно их, так сказать, вообще-то и высказывать. Хорошо. В общем, для классической дуги характерно нечувствие целого, как чего-то большего, нежели агрегат частей или сумма частей. Следующее качество мы обозначим через понятие эссенциализм. Эссенция. Ну, это и вот и встречается термин. Но философия, термин эссенция, означает сущность. Эссенциализм – это понятие, которое нам подсказывает следующее. Классическая наука, классическая наука, она ориентирована на познание сущности. Давайте сейчас запишем, что мир имеет как бы два уровня – уровень сущности и уровень явлений. Вот эти уровни мы должны четко различать. И сейчас я хочу кое-что вспомнить из истории, философии. И сейчас вы поймете, еще раз поймете различия между средневековой наукой и наукой классической. Но возьмем средневековую науку. Вот опять я сейчас в прошлое обращаюсь. Это очень хорошо и очень полезно. Аристотельский мир. Но Аристотель, он оказал влияние и на античную науку, и на средневековую науку. Вы помните, что это мир качественно разнообразный, качественно пестрый. Это мир явлений, мир феноменов, явления феноменов одно и то же. Но, конечно, между этими феноменами есть какие-то градации, есть какие-то связи, это понятно. Но главное, главное – это вот качественная, качественная самобытность. Качественная самобытность и мир явлений. Много качеств, много качеств. Они разные, в них надо разобраться, как-то их квалифицировать. И вот резкое движение в классической науке. За всеми этими разнообразными качествами, за всеми соседями с родной явлением может стоять одна сущность. Одна сущность, понимаете, да? И мы на ней концентрируем внимание. Движется луна и не падает на землю. Яблоко падает. Совершенно разные явления. Сущность одна и та же. Закон сибирного влиготения. Все. То есть установка на сущность – это установка какая? Вот запишем у себя. Это установка, которая игнорирует качественное разнообразие действительности. Что-то, например, конечно, теряется. Теряется, да? Но эта установка позволяет описывать мир предельно экономно. Предельно экономно. Понимаете, да? То же самое движение планеты. Боже мой, сколько этих примеров, да? Это примеры какие? Феноменологические примеры. И, на первый взгляд, ну что может быть общего между ними? Ну ничего. А сущность-то одна? Сущность одна. Поэтому, конечно, вот этот эссенциализм, он является из себя прекрасный пример методологии, где главная экономия мышления, так называемая. Мы об этом тоже поговорим. Экономия мышления. Зачем тратить силы на описание явлений, когда проблема решается гораздо убедительнее и экономнее, если ты обращаешь внимание на сущность. Вот. Поэтому именно сущность выходит на первый план. Как бы, беря реванш, реванш у средневековой картины мира, которая вот пестрит, пестрит явлениями. Но при этом, естественно, теряется, теряется связь с действительностью. Теряется связь с реальностью, где вот явление иногда являет себя настолько интересно, что, может быть, для науки в каком-то конкретном случае именно явление важнее, чем сущность. Миры явления игнорируются. Ну вот, я постоянно употреблял выражение механицизм. Собственно говоря, все, что я говорю о классической науке, это связано с механицизмом. И понятие механицизма покрывает все нами выделенные параметры, признаки классической науки. Но все-таки я хочу здесь обобщить сказанное, это предпоследие. Механицизм мы выделим как отдельный признак. Как отдельный признак. И еще раз подчеркнем, что здесь, здесь, главное, это идеология редукции. Редукция сложного к простому. Машина, машина, вот идеальная машина, она проста. Экономно писать мир как машину. При этом в описании, конечно же, будут работать количественные закономерности. Математика, матемический аппарат будет задействован на полную мощь. И матемический аппарат обнаруживает свою силу. Итак, две остановки. Мир есть машина, человек есть автомат. Я немножко здесь утрирую, конечно, естественно, но вот эти две формулы, они очень емко и очень адекватно отражают ситуацию. И, наконец, последний признак классической науки. Это, собственно говоря, будет связано уже сейчас не с картиной мира, это будет сейчас связано именно с методологией. Обратите внимание, что вот последний признак, мы обоначиваем его понятием «кумулятивизм». Слово «кумулятивизм». Ну, я термин отводил уже, я помню, да? Кумулятивизм. Так, я возвращаюсь иногда к уже сказанному, но возвращаюсь на новом основании. Кумулятивизм. Вот это понятие относится не, собственно, к картине мира. Это понятие относится, в данном случае, к рефлексии, к рефлексии о знании. Знании о мире. Сейчас я это поясню. И будьте сейчас внимательны, да. Наука разговаривается. Это понятно. Всегда было понятно, что наука все время движется вперед. Наука совершает открытие. Так вот, классическая наука считала, что она, классическая наука, развивается кумулятивно. Жаль, кумулятивно. Это означает, что в ней, в науке, все время идет прирост знаний. Прирост знаний, так? Аккумуляция. Слово аккумулятора, слово кумулятивно имеет один же корень, да. Вот. Наука именно растет, растет, да. Как растет организм. Причем, в процессе этого роста, новое, новое, вот, новое, да, оно ничего не меняет старым. Вот это самый тонкий момент и самый важный момент, так. Но ничего не изменяет в ранее привреденном знании. А просто ложится в новом слое. Ложится в новом слое, так. И не больше того. Идет прирост, идет умножение. И никаких ревизий. Самое главное слово сейчас сказано. Никаких ревизий. Ага. Мы обнаружили новое. Это новое заставляет нас по-новому посмотреть на старое. И, может быть, на старое отвергнуть. Логическое новое держалось за каждое свое завоевание. За каждое свое положение. Вот. Знаете, как в суду укладывают сокровища одно на другое. Так же и наука. Это делало классическое. До тех пор, пока новое не стало разрушительно воздействовать на то, что было достигнуто на предыдущем этапе. Именно, к слову, разрушительно. Ну, не в смысле, что это будет все до конца разрушено и уничтожено. А новое знание стало вызывать ситуацию, когда нам было необходимо критически приосмыслить старое знание. Даже что-то отбросить в нем начисто. Или приспособить к новой ситуации, адаптировать к новой ситуации. Вот это очень важный момент. Я хочу сказать, что кумулятивистский подход к науке, он и сегодня как-то для многих характерен. И вот именно этот подход, он как бы альтернативен идее революции висит в сознании. Вот так себя запишем. Кумулятивный путь – это путь, противоположный революционному пути. Как раз революция-то и вызывает ревизии. Революция-то как раз и вызывает перетряску всего того, что было ранее накоплено. Пересмотр этих накоплений. Отказ от чего-то. Или преобразование от чего-то. Преобразование очень существенное. Введение в новый контекст. Введение в новый системы отношений. Хорошо. Вот, теперь я хочу как бы все-таки немножечко подвести итог. Очень быстро это сделать. Так. И вы должны сейчас себя как-то в сознании закрепить. Смотрим на природу глазами классического ученого. Я вообще сказал на предыдущей, на этой лекции. Главное, главное. Природа самодостаточна. Ну, я скажу так. Природа, если хотите, автоматична. Вот слово автомат, оно ведь очень емкое. Авто, сам. Что-то самодеятельное. Самоорганизующее. Или самоорганизующееся. Вот это самое главное предыдущение классической науки. Природа не нуждается в никаких внешних факторах, объясняющих ее функционирование. Ну, я сейчас, я думаю, это все у вас уже содержится. Просто кратенько повторю. Классическая наука начисто освободилась от атропоморфизма. Это очень существенно. Очень существенно. Мы с вами постоянно говорили о том, что Чек вот накладывал свою печать на картину мира и в эпоху античности, и в эпоху средневековья. Чек имел склонность к антропомцентризму. Он читал себя как бы осью мироздания, и картины мира вокруг него выстраивались. Классическая наука, это вообще как бы вынесло человека за скобки. Человек оказался вообще вынесенным за рамки картины мира. Для многих это было шоком, и выросло, вело к чувству досады, обиды на ученых. Третий момент, подчеркиваю, важность. Все-таки классическая наука, она впервые соединила, вот я еще потом дальше говорю, да, соединила теорию и практику. Вот сейчас я сказал очень простую вещь, но она чрезвычайно важна. Теория и практика были разрослены в классической науке. Это очень важный момент, мы его отдельно рассмотрим. Четвертая классическая наука совершила очень мощный переход от конкретного к абстрактному. Исследство знания античности, исследство знания, пропитанное духом Аристотеля, оно занималось конкретикой, оно копалось в мире явлений. Классическая наука впервые стала изучать абстрактные законы. Абстрактные законы, охватывающие огромное число объектов, но при этом для нас совершенно безразлично качественное разнообразие этих объектов. Главное их сущность. Пятое, еще раз повторяю, математизация мышления. Число. Вы знаете, это вот, ответьте себе, что это развитие певогорельской линии, мы о певогоре говорили в свое время, так, но развитие каких-то шинон в новых масштабах, в новых горизонтах. Количественная оценка, она в СОСУ вошла, эта оценка, ну как она вошла в СОСУ? Вот видите, все, что связано с кематализмом, это же банковское дело, это расставщичество так называемое, это мероприятиризм, это статистика, нужно было считать деньги, нужно было использовать аппарат, где в экономике. Вы понимаете, как это важно? Математика помогла в Европе встать на путь очень стремительного кематалистического развития. И параллельно, все разные вещи. СОСУ берет на выражение математику, так? И наука, наука тоже, естественно, наука, конечно, делает раньше, хотя это параллельные процессы. Наука начинает измерять, измерять. Вот эти прекрасные приборы, приборы 17-18 века, барометры, термометры, хронометры, измерительные приборы. Это же, знаете, как вот очень интересно побывать в музее истории науки, где показана эволюция инструментов, эволюция измерительных систем, человек свинится к точности, возникают палаты мира весов, развивается представление об эталонных каких-то объектах, которые служат мерилом для своего ампирического разнообразия, своих аналогов и так далее, и так далее. Ну, еще раз скажу, что это был мир детерминизированный полностью, где понятие причины следствия были категориями самодавляющими, категориями определяющими. Следующий момент – это гипетризация картины мира. Еще было сказано на предыдущей лекции. Пространство, которое гомогенно, пространство, которое унитарно, пространство, которое, будучи бесконечным, описывается набором простых рационально осмысленных вполне законов. Динамизм, повторяю еще раз, динамизм, забыть, что вот это динамическое мышление, связанное с причинно-следственными цепями, оно содействовало развитию математики, содействовало развитию языка науки. Запишем у себя, что вот динамизм, динамизм, он ввел к тому, что ученые все реже стали строить вещественные модели из объявлений. Вещественные модели. Вот модель, ты на этой модели все можешь рассмотреть, изучить. Место модели занимает уравнение, формальное уравнение. Модель наглядна, модель вещественная, модель конкретная. Эти модели теперь не нужны. Есть формальные записи, есть уравнения, формулы, формулы, так? И эти уравнения и формулы, они как раз и описывают динамический мир. Мир, где вот все заодно в динамике. Эта динамика описывает движение энергии по причинно-следственным цепям. Хорошо. Вот это такие общие характеристики классической науки. Теперь я хочу отдельно, отдельно сегодня разобрать вот вопрос о так, если пишем о себе, и это нас будет, наверное, как-то я еще буду дифференцировать вопросы, но запишем так. Соединение теории и практики классической науки. Соединение теории и практики классической науки. Я это выделяю отдельным параграфом. Давайте я тебя сейчас зафиксирую четко и однозначно. Очень только ваша тезис. Наука есть единство эмпирической и теоретической деятельности. Вот это одно из таких очень емких, конечно, весьма общих, но бесспорных определений существующих науки. Наука есть единство эмпирической и теоретической деятельности. Сегодня это звучит как только эмпирическое, это опытная деятельность, да? Наука есть единство эмпирической и теоретической деятельности. Я империи скажу, не надо вам шептаться, я это сделаю сам. Сегодня это звучит, как некоторая банальность, как некоторый тривизм. Но поверьте мне, поверьте мне, что вот этот синтез опыта и теории, соединения опыта и логического знания, это подвиг классической науки. Для того, чтобы этот синтез произошел, потребовалось 14 веков работы. Сегодня это как-то элементарно, кажется. А на самом деле мы должны понять предысторию этого синтеза. Завершим у себя, что и в этичные времена, и в эпохоседреховье опытная наука и наука теоретическая были разобщены. Вот эта разобщенность, это разобщенность. Чрезвычайно важная черта доклассической науки. В 8-м средние века. Медицина, наука. Медицина, она как бы на двух уровнях существует. Есть медики-теоретики. Они изучают литературу, классическую литературу, они теоретизируют по поводу болезни и здоровья, они не практикуют. И есть медики, практики, специалисты по врачебному делу, но которые имеют статус ремесленника, понимаете, ремесленника. Им далеко до тех высот, на которые поднялись теоретики. Но они могут выписать рецепты, могут работать с живым человеком, как-то ему помогать. Вот этот вот, чувствуете, да, раскол. Раскол, так. Причем для этого раскола что характерно? Характерно суброгенация. Суброгенация какая? Естественно, что теоретическое, оно как бы доминирует, доминирует, оно первенствует. Если человек занимается опытами, если ты экспериментируешь, то, в общем-то, это как бы, это вторая роль. Это вторая роль. Отсутствие престижности, отсутствие престижности мы констатируем вот в этой сфере. Сфере, которая связана с практикой, связанной, связанной с ампирией, с опытной деятельностью. Так вот, чем замечательен классический период? Тем, что появились ученые, ученые, которые соединили у себя этого качества. Вот это очень интересный момент. И момент, я бы сказал, даже еще и психологический. Повелись ученые, которые были хорошими ремесленниками, но не умеют делать приборы. Для этого надо иметь руки золотые. Они были высококвалифицированными ремесленниками. И в то же время они были академически воспитанными людьми. Именно академически. Вот эти два уровня, которые были разденены, между которыми была пропасть, вдруг сошлись в ярких людях. В которых были и мастерами на все руки, и были в то же время ноги в плане теории. осуществился синтез абстрактного знания и конкретного умения. Очень хорошая фраза. Синтез абстрактного знания и конкретного умения. Вынодоситис осуществился на фоне капитализации, на фоне бурного развития капитализма. вот сейчас я буду очень тонкие вещи разбирать формирование ученого представляющего классическую науку и я сейчас должен вот привести во взаимодействие две линии первая линия связанная социума связана с экономикой с производством а вторая линия я бы сказал так вот это как бы линия экзогенная внешние факторы работают которые связаны с эпохой с духом времени и я должен задействовать другую линию эндогенную внутреннюю линию развития науки неизвестим от фона поняли разницу да внешняя детерминация и какая-то внутренняя логика автономная логика имманентная логика и два момента я хочу сказать что эти две линии эндогенная экзогенная или экзогенная эндогенная они очень часто рассматриваются изолированно или как рассматривается делается акцент в одну или другую сторону вот как их соединить а их соединять не надо они как-то параллельно скорее всего себя проявляет вот значит экзогенная линия ну да капитализм конечно что капитализм делает с человеком он его во-первых раскрепощает раскрепощает его индивидуальность правильно да вот человек получает возможность себя проявить прежде всего на уровне на экономическом плане на экономическом уровне конечно здесь стимулом является жажда обогащения но обогащение нам где-то эквивалентно мире свободы богатство означает некоторую независимость и естественно что в условиях капитализма знание получает новый новый обертон новый акцент знание которое выгодно которое выгодно знание которое может принести практическую пользу именно капитализм вот этот утиритарный момент и выявляет и усиливает ну конечно всегда были прикладные науки всегда были вернее какие-то прикладные знания это понятно мы обогрели здесь наукой скажем востока но вы видите здесь здесь мы имеем нечто нечто совсем другое уже есть производство уже есть машины и вот ставится задача перед наукой извлекать прибыль этого раньше никогда не было просто не было для этого условия не было для этого почвы вот такая почва появилась утиритаризация знания утиритаризация знания естественно что это вот эта переориентация науки она к чему вела но к тому что появлялись средства для развития лабораторий приборной техники правильно да много требует капиталоволожений эти капиталоволожения должны быть оправданы затраты должны быть возвращены и возвращены сторицей естественно капитализм очень здорово активизировал развитие науки вот в плане ее технологии что ли в плане ее технического аппарата установка на то чтобы человек оказался счастливым благодаря науке поднять благополучие человека это капитализм и надо ему за это сдать должное но знаете вот это линия линия экзогенная наряду с этим проявляется и вот есть тончайший контракт мы с вами обнаруживаем линия антогенная вы знаете вот попытка и попытки объяснить появление науки классической ее форме из висительских отношений они очень характерны в истории токи мы с этим постоянно встречаемся вот на классическая наука зародилась благодаря комитетическому производству и только принимает свое внимание только вот эти экзогенные факторы которые конечно же имеет огромное значение огромное значение так никто это не спаривает но это однобойкий подход это наставленный подход наряду с этим была и другая линия эндогены давайте сейчас ее почувствуем да много выходят на новый уровень наука начинает заниматься практикой практикой интересуется практикой выходит практику работает на практику помните я уже раз говорил что предпосылки для этого содержались в астрологии в алхимии алхимики уже экспериментировали алхимики уже имели имели лаборатории весьма и весьма развитой лаборатории это очень важен уровень лаборатории уровень лабораторного оснащения это маленькое производство верно на виду с этим классическая наука вот развивается другую линию среди века да да конечно они среди века они да вот они вместе астрологии и алхимии выходили на выходили на что на развитие научных технологий так скажем прямо да и и астрономия с ее приборами и химическая лаборатория со сложнейшим комплексом оборудования все это было но было другое было другое это умение теоретизировать умение теоретизировать умение мыслить мир идеализированным миром идеализация мира вот я подгружусь к очень важному моменту вот берем шестнадцатый век стык стык да среди вековья и уже вот среди вековая наука и новые науки хотя эта граница ну я беру так очень условно ее но в шестнадцатом веке она очень ярко проявляется так ученые ученые вот тоже самое но немножко позже галилей да галилей так вот смотрите он умеет умеет работать как ремесленник он же сам делать свой телескоп своими руками понимаете да он из спиноза который шлифует линзы так это люди которые знают что такое инструмент и значит такую точность в работе с инструментом люди практикующие это же великие теоретики великие теоретики вот в одном лице вот это универсализм нового человека это теоретики да которые не которые умеют работать с идеализированными объектами и сейчас произносы чрезвычайно важные слова и давайте будем сейчас говорить о галилее как вот берем как пример так галилей как никакой другой ученый был мастером мастером идеализации идеализации галилей работал с идеализированной действительностью галилей работал начал не на пустом месте он был восприемником традиции восходящих античности и развитых средневеков с одной стороны идет подпитка подпитка производства от капиталистических отношений это мощный фермент мощный фермент с другой стороны идет внутренне эманентное развитие науки импульс который которого этого развития получен еще в эпоху античности я бы сказал так в лице галилея сочетается с одной стороны практик человек который знаешь что такое токарный станок и и платонник сторонник платона галилей это великий платонник а что такое платон платон это как раз высшее выражение идеализирующего начало человеческого мышления платон это идеалист великий идеалист вот давайте сейчас вспомним платона жалко что у нас не было вот 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 вот